В дежурную часть отдела МВД по Северскому району в половине пятого утра поступило сообщение о том, что в станице Смоленска возле одного из магазинов на улице Мира неизвестный мужчина напал на пенсионерку. Женщина попросила шумную компанию вести себя потише. В ответ на замечания один из молодых людей толкнул и ударил пенсионерку, после чего компания скрылась в неизвестном направлении. У женщины диагностировали перелом руки и сотрясение мозга. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель. В отделе полиции он сознался в содеянном, но объяснить причину своего поступка не смог, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении подозреваемого был составлен административный протокол. По решению суда ему назначено наказание в виде 7 суток ареста. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В зале районной администрации прошло отчетное собрание молодых депутатов при Совете муниципального образования Северский район. По традиции мероприятия началось награждение молодых депутатов Северского района, внесших значительный вклад в реализацию инициатив. Далее участники встречи перешли к обсуждению вопросов, стоящих на повестке дня. О работе Совета за 10 месяцев 2018 года отчиталась председатель Совета молодых депутатов Ольга Ровкина. Зачетный период Совет провел 132 личных приема граждан. Молодые депутаты активно участвовали в проведении спортивных мероприятий, решении проблем жилищно-коммунального хозяйства, наведении санитарного порядка в поселениях и других важных вопросах. С докладом о работе Краевого Совета и его составе рассказал заместитель председателя молодых депутатов Краснодарского края Александр Маковеев. В составов Совета молодых депутатов Краснодарского края входят 1611 депутатов. Из них 966 или 60% мужчин и 645-40% женщин. 139 депутатов состоят представительных органов городов, районов Краснодарского края. Выборы в сентябре 2020 года. 1472 молодых депутатов состоят представительных органов городских и сельских поселений. Выборы в 2019 году. 1472 человека. В случае, если все депутаты поселенческого уровня 1472 человека примут участие в выборах в сентябре и будут избраны, то в Совет молодых депутатов в строгом соблюдении возрастного ценца в 35 лет войдет всего 603 депутата. Также на встрече обсудили взаимодействие Совета с Управлением по молодежной политике, лидерами ученического самоуправления района и планы на 2019 год. «Мама, я в телеке» – фраза, которую многие дети мечтали когда-нибудь произнести и которую с улыбкой сегодня произносят тысячи людей, работающих в сфере телевизионных СМИ. Профессиональный праздник Всемирный день телевидения отмечается 21 ноября. Уже не одно десятилетие телевидение остается одним из самых популярных каналов распространения информации. Однако то, что видит зритель – всего лишь верхушка айсберга. Весь творческий процесс и технические тонкости остаются по той стороной экранов. В честь праздника коллектив телерадиокомпании «Атаман» приоткроет завесу тайны и расскажет, а главное – покажет, как рождается магия телевидения. Нередко то, каким будет день и где ты окажешься, решает один звонок. Съемочная группа – это корреспондент и оператор. Вместе они выезжают на место, где и будет разворачиваться действие сюжета. От их взаимодействия зависит, насколько объективной и интересной будет новость, которую увидят телезрители. Наверное, самое главное в работе телевизионщиков – работа с людьми. Ежедневно сотрудники телекомпании общаются с представителями самых разных профессий. Помимо этого, у каждого человека свой характер, поэтому корреспонденту и оператору необходимо уметь найти общий язык с каждым. Работа съемочной группы интересна тем, что никогда не предугадаешь, на какие съемки отправишься сегодня. Будь то спортивное мероприятие, происшествие или концерт. Мы всегда стараемся быть в центре событий. Вернувшись со съемок, корреспондент включается в работу над текстом. Его главная задача – грамотно и интересно донести информацию до зрителей. Когда текст будущей новости проверен редактором и начитан, в работу включается еще один специалист, который скрыт от посторонних глаз – монтажер. Этот человек, как никто другой, знает, что такое хорошие кадры и как их правильно соединить в едином сюжете. К написанному тексту монтажер подбирает нужные кадры и соединяет видеоряд с закадровым голосом корреспондента. Но вот работа над сюжетом завершена. Немного рабочих споров, конструктивной критики и сегодняшние новости совсем скоро выйдут на экран. Валенки от царских дворов до модных подиумов – так называется московская выставка, посвященная традиционной русской обуви. Когда-то валенки стоили так дорого, что носили их только зажиточные люди. С развитием производства они стали по карману уже многим. Не забывают о валенках и сегодня. «Все мы всё равно ожидаем морозов, пусть они и не приходят. У всех у нас есть дачи, мы выезжаем за город, поэтому вот такое русское чудо валенки нам показалось очень актуальным». Более 20 музеев галереи частных коллекций представили на выставке самые разнообразные экспонаты. Среди них – валенки знаменитых артистов и певцов. «У нас на выставке присутствует из Национального музея музыки валенки Федор Иванович Шаляков. Он выступал в них в образе ерёмки, опера Серова, образа и сила». В наши дни для горожан валенки – это интересная и модная обувь. Их украшают вышивкой, аппликациями и даже стразами. «Сейчас это фактически изделие протопорте. Я сочетаю обувь с современным костюмным комплексом современного человека, в том числе достаточно модного». На выставке можно узнать о сложной технологии ручного изготовления валенок. Делали их из овечьей шерсти. Сначала формировали бесшовную модель валенка. Она была огромного размера. «Изготовка, которая в половину есть, даже не больше человеческого, роста, то, с чего начинается, обыкновенный валенок стандартного размера. Я никогда не подозревала, что начальный материал может так быть». Считается, что прообразом русских валенок стали войлочные сапоги кочевников Евразии, которые назывались «пимы». В России валенки широко распространились лишь в первой половине XIX века, когда появилось их фабричное производство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова